Границу Южной Осетии перекрыли. Выборы в Госдуму России на территории республики рискуют оказаться сорванными. Лидер оппозиции Алла Джоева призвала бойкотировать голосование в российский парламент и проигнорировать очередной этап выборов нового президента республики 25 марта. Ситуация в Цхинвале напоминает осаду на центральной площади бронетехника, а на крышах зданий снайперы. Новости из Южной Осетии сегодня собирала Ксения Батанова. Доброе утро. Ситуация в Южной Осетии меняется очень быстро. Ты сказал, что там граница перекрыта. Ее уже открыли, она была закрыта из-за того, что не было электричества. А Джоева, которой раньше приписывали выражение о том, что она собирается сорвать выборы в голосование в российскую Госдуму, уже говорит, что она такими призывами не обращалась к своим сторонникам. Это настроение, которое есть у людей, которые проголосовали за Джоеву, и чей выбор признали нелегитимным. По крайней мере, Верховный суд Осетии вынес такое решение. Я напомню, что повторный выбор в Южной Осетии назначен на 25 марта, и Джоева все-таки намеренно вывезли своих сторонников на улице Хинвале в этот день. Как она говорит, мы все выйдем на площади в день этих так называемых выборов. У нас будут массовые акции протеста, и мы не уйдем с этих площадей. Если Верховный суд не пересмотрит своего решения, а он признал выборы нелегитимными из-за нарушений, которые допустил избирательный штат Джоева, то она сама по закону о выборах в них принимать участие уже не сможет. Однако решения Верховного суда пока нет. Ранее Джоева подавала на пересмотр решение Верховного суда. Действующий президент Эдуард Какойт и заявил, что Джоева должна иметь возможность выставить свою кандидатуру на выборы главы республики в марте будущего года. Но он это решать не может, есть закон, и тогда нужно менять закон, чтобы дать Джоевой право участвовать на выборах еще раз. Кроме того, Джоева говорит, что ее сторонники, это около 13 тысяч человек, могут выразить такое желание не пойти голосовать на выборы в Госдуму. А в Южной Осетии почти все жители имеют право голосовать на российских выборах, так как у большинства есть российское гражданство. Но вот сегодня Джоева планирует встретиться с Госсоветом, который она сама создала. Как будет развиваться ситуация, пока непонятно. Решение Верховного суда по ее жалобе все еще нет. Мы следим за этой ситуацией. Спасибо. Ксения Батанова.